Хотелось ли вам когда-нибудь совершить путешествие во времени и посмотреть, как изучали грамоту наши предшественники 100, 200, а то и больше лет назад? Если да, то стены областной библиотеки имени Горького уже готовы к встрече с вами. Конечно, первых педагогов увидеть здесь не получится, зато прикоснуться к учебникам разных эпох возможно. Причем есть на вернисаже и фоксимильные издания, например, первые азбуки Ивана Федорова, редкие, аутентичные, миниатюрные книги, но при этом весьма информативные. Самой старой учебной книгой, представленной на нашей выставке, является краткий курс арифметики. Эта книга была издана в Вильно в 1828 году, и автором этой книги является известный польский математик, философ, переводчик, профессор Юзеф Чех. Это седьмое издание книги, которое было написано в 1807 году. Учебники разных эпох рассказывают не только об образовании, но и о событиях, происходивших в странах в тот период. Особенно наглядно это отражается в белорусской литературе. Это книги двух белорусских писателей и общественных деятелей. Игната Дворчанина «Хрестоматия по литературе» и тоже «Хрестоматия по литературе» Максима Горецкого. Эти книжечки были ими написаны для того, чтобы белорусская молодежь, как раз было возрождение Белорусской Республики, изучала свою литературу, свой язык. К сожалению, эти оба писателя были расстреляны в 1937-1938 году. Но книжечки – это их прижизненные издания. Одна книга 1922 года, вторая 1927 остались вот у нас, и с ними можно познакомиться. Книги по иностранным языкам. Особенно впечатляющая подборка учебников по французскому начала 20 века. Пособия по этикету, развлекательные азбуки и прописи, созданные по рекомендациям Клуба матерей. Современным учителям будет, что почерпнуть из этой коллекции. Причем не только по педагогике, но и по другим дисциплинам. Отдел редкой книги готов к сотрудничеству по различным направлениям. Фонд отдела редкой книги Брестской областной библиотеки насчитывает около 2700 экземпляров документов на русском, белорусском, польском, английском, немецком, ну и других европейских языках, а также на латинском и эсперантом. Включает книги, брошюры, листовки, периодические издания, архивные и другие документы. Хронологический охват 16-21 века. Жемчужиной фонда, безусловно, является фрагмент Брестской библии, изданный 4 сентября 1563 года по инициативе и на средства Несверского князя, Велинского воеводы, Брестского старосты, канцлера Великого княжества Литовского Николая Радивила Черного. Если с этим удивительным местом вы еще не знакомы, значит настало самое время изучить его получше, посетив действительно уникальную экспозицию, где каждый предмет уже история.